Зуреха Зуреха Вот так зайдешь сюда однажды, откроешь глаза и увидишь целую историю семьи. В этом совершенно обыкновенном дворе в селе Богатой Сабы несколько десятилетий жили родители Альфеи Гельмуддиновны Яхиной, они отсюда родом. Ее родители это любимая бабушка и дедушка Гузель Яхиной, перед нами мама-писательница. Именно в этом дворе так часто, как только возможно, бывала Гузель в пору своего детства и юности именно сюда нам так хочется поместить действие первой главы, первой книги ее о Зурехе. Хотя очевидно, что книжная деревня Юлбаш – начало пути. Образ, как водится, собирательный. Ясно одно. Весь этот омут унизительного бесправия, в который погрузила нас писательница, рождался из историй, рассказанных в этом самом дворе. Учительница местной сельской школы, бабушка Гузель Раиса Шакировна Шакирова. Ей было семь, когда в 30-х годах ее не шибко зажиточную, кстати, семью раскулачили и сослали на ангару. 16 лет в Сибири вместе с сотнями других переселенцев. Она вернулась и рассказала эту историю своей внучке. Так что, она – Зулеха? Зулехе уже 30 в первой главе книги, но все-таки. Если даже в этой семье разные мнения, то что уж гадать нам? И Зулеха, образ Зулехи, как бы срисован, обрисован, нарисован. Ну вот с мамой. Это маленькая, щупленькая, аккуратненькая, стройненькая, с зелеными глазами. Угадываете черты, да, конечно? Ну нет, нет, я сразу сказала, это, говорю, мама, действительно. Вспоминая детство, стала писать, вспоминая детство, немного сгущая краски, немного делая их более яркими. Конечно, ее судьба была такой пружиной для написания всего романа, но ее образ – это скорее образ такого юного существа, который вырастает в ссылки и пользуется вдруг всем, что есть вокруг, и получает внезапно там в ссылке больше интеллектуально, чем получил бы у себя на родине. Вот для меня вот это скорее бабушка. А сама Зулиха – это просто некий такой собирательный женский образ, где есть и от меня самой, и от мамы моей что-то есть, и от бабушки, конечно, тоже что-то есть. Гузель Яхина охотно рассказывает нам об истории своей семьи, но о своей личной жизни ни слова. Место, где мы встретились – это однокомнатная квартира в обычной хрущевке в Москве, не ее дом, но это тоже святая святых, творческая лаборатория писателя. Зулиха была написана не здесь, но здесь целиком написана вторая ее книга – личное пространство. Тут все ее книги, любимые ею книги, многочисленные призы и премии. Убежище. То есть я прочитаю, что у меня был свой кабинет, отдельное пространство, куда можно уйти, где нет голодных котов, голодных детей, где можно просто спокойно поработать. Это же немножко личной жизни. Не отвлекаясь, да. Вы сюда приходите как на работу, можете? Да, так и есть. У вас есть, конечно, режим дня, сколько-то часов. Как выглядит ваш день? Да, я стараюсь в 9 часов быть здесь. Можно и раньше, но раньше редко получается. И дальше вот 3, 4, 5, 6 часов, в зависимости от того, как идет. Я уже за столом или читаю какие-то вещи, или пишу. Ну, а дальше уже начинается обычная жизнь. Дальше начинается ребенок, семья, друзья, дела какие-то. Просто начинается жизнь. Это поклонники вам подарили, да? Да, это дорогая читательница вышла и подарила на одну из встреч вот такой вот портрет Зулихи. Представляете? Да. Похоже? Очень похоже. Автор просто была растрогана необычайно. Это вот то, что мне подарили в Казани достаточно давно. Это работа Магдалины Мавровской. Это вот Свиярского узнали. Это Башня Сюембекева узнали. А вот здесь, кстати, Гадулатукай висит тоже. В Казани, да? Да, да, да. Там сзади кабан у него и мечеть, наверное, Цикабанная мечеть. Я думаю, последняя весна называется работа. Это то, что всегда со мной, это то, что дает мне силы, это моя родина, откуда я, конечно, уехала жить в другое место, но я откуда не уехала окончательно. То есть я с удовольствием живу на два города, у меня в Казани родные, поэтому для меня казанская писательница – это, наверное, действительно самое приятное обозначение. Еще несколько лет тому назад она хотела написать одну, хотя бы одну, сложную, цветную, идущую от сердца книгу. Но оглушительный успех Зулейхи не мог не окрылить писателя. Зулейха разлетелась по всему миру в 30 с лишним переводах. В каком количестве стран теперь знают это имя, и подсчитать нельзя. Давайте перечислим, сколько языков мы здесь видим. Видим одну и ту же книгу, но на разных языках сколько здесь? Здесь китайский, вот Сербия, Болгария, Польша, она же Франция с такой же обложкой, Латвия, понимаешь, что это такое? Нет, надо пояснить, это татарский, не казахский? Нет, нет, да, это, конечно, самый первый переводной роман, появился ровно год спустя после выхода версии на русском языке, роман на русском языке. Это «Тат книга из дат» Зулейха Кезляриноша. Эстония, Италия, Чехия, мир английского языка, Финляндия. Открывает глаза, то есть она входит в какую-то взрослую жизнь, становится независимой? Конечно, мне кажется, это очень такая прозрачная метафора. Действительно, Зулейха открывает глаза, это повторяющаяся фраза, такой ритм, заданный в тексте, он четырежды повторяется через весь роман, и открывает она глаза четыре раза, и каждый раз перед ней новое что-то. В начале романа это некая, значит, такое тёмное, мрачное, душное, непонятное, это такая темнота, а в конце романа, уже в последней главе, это такое слепящее солнце, которое делает больно глазам даже, то есть такая правда, которая и открывается, горькая правда, в конце концов. Конечно, я говорила об эмансипации женщины, я говорила об освобождении женщины, то есть сначала ночной горшок в руке, а в конце ружьё в руке, вот эта вот замена атрибута, тоже говорящая. Так что Зулиха в конце становится уже взрослой, самостоятельной женщиной. По крайней мере, она может сама принять решение о том, чтобы выбрать мужчину, а потом от него отказаться. Она может зарабатывать себе деньги и добывать пропитание. И она может стать настолько сильной, чтобы отпустить от себя выросшего ребенка. Это было для меня самое важное. Эта сцена с отпусканием Юсуфа от себя, она была для меня ключевая. Собственно, на этой сцене заканчивается роман практически, потому что это самое важное решение, которое, на мой взгляд, оно освобождает Зулиху окончательно. Это никогда не была жизнь для себя. Это была жизнь для других людей, ориентированной на других людей. Но, тем не менее, это такой жизненный путь, в конце которого человек, мне кажется, открыл глаза. Литературный и кинематографический мир открыл глаза на казанскую писательницу незамедлительно. Фильм по роману уже снят и скоро выйдет на экраны. Специально выстроенный поселок переселенцев Семрук в Лаишевском районе, где также проходили съемки фильма, превратился в музей. А сама Гузель Яхина открыла для себя все грани всенародной известности. Даже сложно сказать, кто она сегодня для тех, кто читает этот роман здесь, в Татарстане. Самый популярный объект обожания или самый популярный объект для критики. Ей по-прежнему не могут простить недосконально выписанный ею мир мучительного бесправия татарской женщины в начале книги, не сделанный ею же выбор в заключительных главах. Однако, кажется, женщин среди критиков меньше всего. Я слышу не только упреки, я слышу также и другие мнения, что это гимн татарской женщины, гимн татарской матери. Хотя, конечно, одновременно и предательство нации, и одновременно и очернение татарской женщины, татарской матери. Вот эти вот мнения разные, я их слышу. И я рада, что эти мнения есть, что они высказываются. Ну, пусть, да, пусть это будет таким толчком для читателя самому почитать книгу, самому свое мнение сформировать. Моя совесть спокойна. Гузель Яхина, 22 года прожив в Казани и 20 уже в Москве, и не претендует на то, чтобы именоваться татарской писательницей. Она просит называть ее писательницей Казанской, и в этом нисколько не видна чуть меньшая любовь к родине. Напротив, она как-то чуть больше открывает глаза, когда говорит о доме. И мы поговорим с ней о многом ровно через неделю. Все, что она расскажет нам, она расскажет впервые. Есть идея третьего романа, очень хочется его написать. Проговорила, я пока не понимаю, что получится, как это все получится. Это то, что определяет мою жизнь на ближайшие какие-то полтора-два-три года. Это, собственно, то, чем я и занимаюсь сейчас, и буду еще заниматься. Ну, вот и все. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. Семь дней. Хода. Семь. Семь. Семь.